Радио 54 Первое. Областное радио. Медиация, если совсем коротко, это переговорный процесс с участием профессионального независимого посредника, медиатора. При условии конфликта. Конфликт должен быть интересов. Абсолютно верно. В результате медиации стороны подписывают медиативное соглашение, которое само по себе уже имеет силу гражданской правовой сделки. Если спор возник, то есть уже есть суд, и стороны все-таки решили обратиться к медиации, это тоже возможно. Если не устраивает решение суда? Нет, в процессе. То есть до того, как вынесено решение. Тогда медиативное соглашение, оно может в суде оформиться в виде мирового соглашения. И более того, вот уже с 25 октября 2019 года внесены изменения в законодательство, и у нас медиативное соглашение, которое удостоверено нотариусом, имеет силу исполнительного документа. Вот это да. Вот такой статус. То есть можно, в принципе, уже идти даже к судебным приставам, минуя суд. То есть вы, как какой-то кот Леопольд, говорите, ребята, давайте жить дружно. Грубо говоря, да, примерно так. Ну, можно. Скажите, а инициатива все-таки исходила, Николай, с вашей стороны, или Союз профессиональных медиаторов аргументированно доказал, что это соглашение должно появиться на свет? Или это какая-то история в дуэте произошла? Я думаю, что это, наверное, совместное наше решение. Оно созрело, так скажем, прямо в недрах, так скажем, и вашей организации. А мы об этом уже говорим давно, с 2018 года. В свое время даже проводили круглый стол в законодательном собрании с участием Андрея Ивановича Шенкева, депутатов. И эта тема уже муссируется давно. Но самое интересное, что конкретная работа как раз начинается как раз с Еленой. И на самом деле она очень продуктивна, потому что сам институт уполномочий, он нуждается в медиативной работе. Потому что очень часто к нам приходят предприниматели и не могут договориться между собой. И мы им советуем, вместо того, чтобы идти в суд, мы говорим, идите к медиатору. То есть на уровне медиативной работы можно, так скажем, урегулировать спор без суда. А можно на конкретных примерах, может быть, реальную историю, да, или нарисовать, которая была уже в опыте вашей работы, и стороны, например, сферы деятельности, диалог на какую тему ввели, и как вы помогли им найти общий язык. Какую-то реальную историю. Чтобы тогда было точно понятно по этой аудиальной картинке, что произошло на самом деле. Медиация, она, в принципе, сама по себе очень широко используется в разных спорах. Так я коротко скажу, это споры, бизнес-споры между предпринимателями и между собственниками бизнеса. Это и школьные споры, и трудовые споры, семейные споры. А вот так, то есть речь идет обо всех категориях населения? Ну, практически да. Если говорить о бизнес-спорах, ну, опять же скажу, что медиация сразу, если сравнивать с судебным процессом, это конфиденциальный процесс. Я не имею права оглашать полную информацию. Конечно, конечно. Мы сейчас вообще без имен, безо всего. Просто понимать картинку. Вот есть предприниматель, к примеру, из такой сферы деятельности, без названия компании, естественно. Суть спора. Как вырулили эту историю? Да. Ну, вот, например, ситуация следующая. Кредитный договор между двумя юридическими лицами. Вот. Вроде как все понятно, да? Стороны обращаются в суд. Есть платежные поручения. Сначала были-были, потом они прекратились в какой-то момент. И суд, в принципе, без проблем вынесет решение. Ну, понятно, да? Для юриста это все ясно. Вот. Но, тем не менее, предприниматели решили попробовать процедуру медиации, чтобы не затягивать этот процесс. То есть медиация, она, априори, быстрее, чем судебный процесс? Абсолютно. По срокам. Это очень важный момент. Да. Медиация заканчивается, например, если про этот спор говорить, она у нас закончила, 4,5 часа шла. Но в результате подписано... Еще на часы, то есть не на месяцы, как это часто бывает, на годы, да? Да. В результате подписано медиативное соглашение. И более того, скажу, в процедуре медиации выяснилось, что есть второе судебное дело уже в гражданском суде. То есть первое было в арбитражном, второе в гражданском, между этими же лицами, но между физическими, то есть не юридическими, понимаете? Да, конечно, конечно. Вот. И, соответственно, мы закрыли два дела, было подписано два соглашения, и мировые соглашения были оформлены и в одном, и во втором суде. Прекрасно. То есть даже вот так было. А какая-то жизненная история, связанная с людьми, не имеющими отношения к предпринимательской деятельности? Вы говорили о неких школьных спорах, семейных. Вот можно какую-то семейную историю, чтобы мы понимали, с чем вы уже сталкивались, и вполне возможно, кто-то из слушателей Радио 54 сейчас возьмет эту ситуацию на карандаш и обратится к вам в свое время. Да. Ну, медиация очень хорошо работает при... Бывает развод, да, родители, разделы имущества, например, разделы имущества, да, плюс вот большая проблема, с кем будет жить ребенок, как будут родители общаться. И вот здесь медиация, это настолько универсальный инструмент, настолько круто работает, потому что чаще всего при разводе у родителей эмоциональная какая-то проблема, да, когда они не слышат друг друга, и не просто не слышат, они не хотят слышать. Но при этом в глубине души все хотят договориться и найти вот то решение, с которым они смогут дальше продолжать жить, не то чтобы вместе, а в принципе взаимодействовать, потому что есть дети. Ну вот если речь идет о семейном споре, вы подключаете дополнительных специалистов, психологи, возможно, детские, да, с кем-то работаете в дуэте, или медиатор и человек, который пришел к вам за помощью, один на один, лицом к лицу? Я практикую такой вариант, когда я вижу, что родители, ну или супруги, они не готовы общаться, пока еще вот у них внутренние вот это вот противоречия стоят. У меня был такой опыт, когда я сначала каждого из них направила к психологу для того, чтобы вот снизить этот эмоциональный накал. Вот, и далее они уже пришли и сели за общий стол ко мне, к медиатору, и они уже могли, как говорится, смотреть друг на друга и говорить друг с другом. Вот, это тоже возможно. Вообще вот очень важно, чтобы у медиатора был определенный авторитет, да? Потому что вот эти две противоборствующие на стороны, ну, каждый будет все равно по-своему рассуждать, что прав он. Ну, это нормально, конечно. Это нормально, да. Где вот найти ту грань, когда человек, который имеет свое мнение, начинает все-таки прислушиваться к специалисту со стороны? Ну, тут вопрос аргументов, наверное, да, которые находит медиатор. Тут самое главное, вы правильно сказали, что важно, чтобы было доверие к медиатору. Поэтому выбор медиатора – это такой процесс, стороны сами принимают решение, кто будет их медиатором. Если нет доверия какие-то внутренние, да, какие-то, ну, бывает такое, ну, не понравился медиатор, не хочу с ним работать, вот, тогда они имеют право поменять медиатора. Это вполне нормальный процесс. Ну, мы сегодня можем же слушателям Радио 54 порекомендовать, как выбирать медиатора и как, к примеру, не попасть на садоводу-любителя, на того человека, который обладает, на самом деле, очень низким уровнем профессиональных знаний и это такая наносная история. Посоветуете об этом чуть позже. Вопрос Николая. Николай, скажите, когда мы говорим о вашем подписанном соглашении, что это значит для предпринимателей Новосибирской области в первую очередь? Это вопрос экологии взаимоотношений? Вопрос выравнивания каких-то спорных ситуаций, которые часто встречаются в судах? С какой целью вообще создано было это соглашение? И что это в первую очередь даст нашим местным предпринимателям? Очень часто к нам приходят предприниматели, когда спорят между собой два предпринимателя и решают какую-то одну проблему. И у них появляется спор. А можно сразу пример какой-то? Например, предмет спора без имен. Предмет спора обычно это конкурентная борьба. Ну, к примеру, между двумя киосками. Ну, к примеру, у нас один киоск стоит, второй киоск, значит, тот пирожками, значит, продает, второй тоже. Вот и, значит, отбор клиента, значит, заманивание клиента. И когда сначала один приходит предприниматель, жалуется на этого, а этот жалуется на того. Вот, и я как уполномоченный, в соответствии даже с законодательством, я не имею права вмешиваться в хозяйственную деятельность двух предпринимателей. И вот здесь как раз наступает тот момент, когда медиатор может вникнуть в эту проблему. Я тогда приглашаю Елену, она приходит, и я советую... Пробует пирожки? Да. Я советую двум предпринимателям обратитесь, и она чисто психологически, своим убеждением, сможет найти ту золотую середину, которая как раз середину устроит этих предпринимателей. Очень часто так и бывает. Радио 54 Первое. Областное радио.